Учебно-тренировочные полеты совершили военнослужащие военно-воздушных сил Узбекистана. Летчики отрабатывали задачи в различных условиях. Наша коллега встретилась с теми, кто подчиняет себе винтокрылые и боевые машины. В небе над авиабазой Ханнабад учебно-тренировочные полеты. Взлеты и посадки следуют одна за другой. 4-5 летных смен в неделю. У авиаторов новый учебный год начался с активной боевой учебы. В боевой порядок сейчас выстраиваются вертолеты. Среди них новая техника, поступившая на вооружение. Первым на взлетную полосу выруливает боевой Ми-8, получив задание в ходе предполетной подготовки. По традиции, проверив технику перед вылетом, авиаторы приступили к полетам. В числе пилотов и те, кто сдает зачетный полет на классную квалификацию. Им предстоит отработать навыки техники пилотирования и боевого применения. Наша съемочная группа получила уникальную возможность понаблюдать за тем, как летчики оттачивают свое мастерство в любых погодных условиях и оценить уровень подготовки летного состава. Зима, как правило, погодой не балует. Низкие температуры сопровождаются порывистым ветром. Но военная авиация на то и военная, чтобы в любых условиях подниматься в небо и выполнять задачи по предназначению. Вертолеты после выполнения учебного задания полным составом вернулись на аэродром. Мы отработали выдерживание боевого порядка в строю, а также рассредоточение и собрание боевых порядков на высоте 300 метров при полетной видимости более 10 километров. Наряду с нами курсанты Высшего военно-авиационного училища Республики Узбекистан выполняют полеты от простого к сложному и осваивают авиационную технику в полном объеме. Тем временем к вылету готовы истребители и штурмовики. Под крыльями закреплены ракеты. Все системы проверены и заправлены. Летчику только остается занять свое место в кабине и с получением команды вылететь в назначенный район. Боевые самолеты выруливают на взлетную полосу для выполнения учебных задач в составе группы. За штурвалом как опытные летчики, так и молодые пилоты. Одна за другой боевые машины выруливают на взлетную полосу. Стремительный разбег, отрыв и пара МиГ-29 с ревом набирает высоту. Следом за ними в небо взлетает пара Су-25. Летают на разных высотах. Совершенствование летных навыков, практически и стрельба по воздушным и наземным целям. В любое время суток летчики истребительной эскадрильи готовы выполнить боевую задачу. Сейчас приступили к выполнению полета в зимних условиях. Для повышения своих навыков на сложных металлических условиях, днем и ночью. Мы готовы в любое время, днем и ночью, сложных в метеорологических условиях, осуществлять охрану и защиту воздушного пространства Республики Узбекистан от любого вида его нарушений. Уверенность за штурвалом самолета – результат большого количества тренировок. Погода, видимость, условия полетного задания – все это задачи, которые в небе нужно решать мгновенно, практически вмиг, с которыми может справиться только подготовленный профессионал. С утра до позднего вечера фигуры высшего и сложного пилотажа, элементы воздушного боя и ночные полеты. На земле вся информация будет тщательно проанализирована. Разбор полетов, в ходе которых безусловным приоритетом является их безопасность. Основные задачи боевой подготовки были направлены к выполнению боевой подготовки, учебных, тренировочных полетов, тренировки комплексов, расчетов ПВО, в основном в ночных условиях, в горных условиях и в условиях, приближенных к боевым. Вместе с тем, верховным уголовной командующим, президентом нашей страны, поставлены задачи на 2020 год. Буквально на днях прошло заседание Совета Безопасности, где основное внимание было уделено патриотическому воспитанию молодежи. И основная суть этой задачи, чтобы армия непосредственно принимала участие в воспитании молодежи в школах, в лицеях, в учебных заведениях. Президентом нашей страны было приведено несколько исторических примеров о том, что это патриотическое воспитание очень важная составляющая любого государства. Те, кто сегодня в строю, точнее в небе, с ложным метеусловием и всем страхом вопреки, демонстрируют очередной высший пилотаж. Не исключено, в миг заразят небом сотню мальчишек, мечта которых достигнут совершенства в одном маневре, поднимет их на очередную высоту. Продолжение следует...